Добрый день! Вы на лучшем техническом канале компании «АвтоСтронг-М». У нас 100 000 наименований запчастей, среди которых двигатели, коробки передач, турбины, ТНВД, а также многое другое. И все это вы найдете у нас на складе. Так что заходите на наш сайт и звоните. Поздравляем друг друга. 30 000 подписчиков за полгода. И по этому поводу мы приготовили что-то очень интересное. Встречаем ОМ611. Рядный четырехцилиндровый турбодизель ОМ611 пришел на смену атмосферному форкамерному дизелю ОМ604 в 1997 году. Он стал первым мерседесовским дизелем с Common Rail. Дебютировал на C-классе в 1998 году. Также ставился на E-класс V210, Navita и Sprinter. Этот мотор со Sprinter 2001 года. Двигатель продолжил модульную традицию. В семейство входили еще пяти шестицилиндровые ОМ612 и ОМ613. По сути, они лишь отличаются количеством цилиндров. Поршни у них и вовсе одинаковые. Их объединяют чугунные блоки, алюминиевые ГБЦ с четырьмя клапанами на цилиндр. Кстати, Даймер были первыми, кто создал серийный дизель с четырьмя клапанами на цилиндр в 1993 году – ОМ606. ОМ611 развивает от 82 до 143 сил. Его старший брат, шестицилиндровый, развивает до 197 сил. Мы специально подобрали вам не обычный мотор, а заклинивший мотор. Причем на спринтерах это не редкость. Этот двигатель очень надежен и запросто может пройти миллион километров. Обычно эти двигатели погибают из-за владельцев, которые переходят в режим жесткой экономии. Это подразумевает использование некачественного масла и расходников. Следует напомнить, что этот двигатель требует масла с допуском 229.1. И это не самое крутое масло и не самый крутой допуск. Стрелка тахометра не поднимается выше 3000 оборотов. То это значит, что двигатель перешел в аварийный режим. Нередко причиной аварии является заклинивший клапан EGR, а также регулятор давления топлива в рампе. Также может лопнуть патрубок от турбины к интеркулеру. Это топливная рампа. Это регулятор давления топлива в рампе. Если он сравливает слишком много топлива, то двигатель теряет мощность либо не заводится. На Омсштадт-11 моторе стояли турбины Garrett на маломощных версиях с перепускным клапаном, на более мощных с изменяемой геометрией. Эта турбина со спринтера. Эта турбина с 203 C. Эти турбины весьма надежны и они ходят по 400-500 тысяч километров без проблем. Чаще всего проблемы возникают с вакуумом. Пропадает вакуум, нарушается работа турбины. На ОМ-601 моторе подкачивающий насос приводится в движение от впускного распредвала. Это значит, что при замене топливного фильтра его надо наполнять соляркой, чтобы топливная система не работала на сухую. После театрского 1.9 GTD, кстати, мы его уже разбирали, ссылочка в описании, этот мотор стал вторым по счету в мире обладателем топливной системы Common Rail от Bosch. ТНВД Bosch CP1 весьма надежен, но при больших пробегах в морозы может возникать течи в резиновых уплотнителях и его крышек. Все резиновые уплотнения и прокладки меняются единым ремкомплектом. Плуджерные пары здесь живучие, но может изнашиваться эксцентриковый кулачок. Вал с эксцентриковым кулачком также можно поменять отдельно. Форсунки с нашего двигателя сняты и так как в «АвтоСтронг-М» есть все, мы достали подходящие вот так «АвтоСтронг-М». Он заботится о каждой вашей форсунке. Форсунки Common Rail осуществляют высокое давление впрыска – это 1350 бар. Также обеспечивают предварительный впрыск малых доз топлива для увеличения давления и прогрева в камерах сгорания. Основные проблемы с форсунками начинаются с возрастом и с пробегом. Форсунки начинают лить топливо. Основная причина – это мелкий металлический абразив, который производит гидроуправляющий клапан, который находится в форсунках. И, конечно, самый главный враг форсунок – это солярка неизвестного происхождения. Главный признак проблем с форсунками – это неуверенный запуск двигателя. Часто владельцы забывают менять огнеупорные шайбы, которые находятся вот здесь. Если их не менять вовремя каждые 60 тысяч километров, то выхлопные газы вырываются наружу и буквально темитируют форсунку в ее гнезде. Не лишним будет каждые 50 тысяч выкручивать свечи на кава и потом садить их на медную пасту, потому что если этого не делать, они попросту прикореют. Их тогда придется высверливать. Клапанная крышка у нас алюминиевая, и она пользуется спросом на разборки, потому что многие ее ломают, когда пытаются достать закоревшие форсунки. У нас мотор старый, но здесь у нас все чисто и без всяких отложений. Здесь мы видим два распредвала. Впускной распредвал приводится в движение выпускным с шестерней. Состояние шеек и кулачков распредвалов у нас без замечаний. В принципе, на этом двигателе с этим узлом проблем не возникает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клапаны приводятся в движение толкательными стаканчиками, в которых находятся гидрокомпенсаторы. Я тебе даю 20 рублей, но голову мы не поднимаем. Поднимаем. Сорок рублей я не поднимаю. Хорошо, я беру деньги, но голову мы все равно поднимаем. И знаете, что вот такого сюрприза в «АвтоСтронг-М» вы никогда не получите? Дело было так, что этот мотор словил клином в Европе. Его частично разукомплектовали, в него попала вода, его сдали на разборку, а мы специально его привезли вам в качестве научно-методического пособия. Совершенно очевидно, что вода попала и в поддон. Цепь на этом двигателе двойная массивная и ей сносу нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Достать поршни у нас не представляется возможным. Мы сняли два шатунных и три коренных вкладыша и видим, почему этот коленвал заклинило, а заклинило его отнюдь не от дождевой воды. Вообще этот двигатель известен тем, что в нем частенько проворачивают либо прихватывают коренные вкладыши. Следует отметить, что такой проблемой страдают двигатели со спринтеров, а двигатели с легковых Mercedes такой проблемой не страдают. Причиной этой проблемы считается недостаточной производительность масляного насоса на фоне больших нагрузок на коленвал. В особенности при постоянной езде в натяг на высоких передачах на перегруженном микроавтобусе. А в самых тяжелых случаях коленвал трескается. Здесь мы видим наши изношенные коренные вкладыши. Более того, задиры присутствуют на коренных шейках. Разборка закончена и этот мотор послужил отличным методическим пособием для того, чтобы мы объяснили, рассказали, показали все его проблемы. Мотор в принципе надежный, но при неправильной эксплуатации встречаются вот такие неисправности. Хочешь знать о моторах? Все! Подписывайся на наш канал, заходи на наши соцсети. Покупай у нас столько хороших запчастей. Обязательно смотри наш проект EBIT и CRUSHIN. И помни, с тобой была компания «АвтоСтронг-М».